Привет, друзья! Хочу определиться, куда вы больше будете смотреть на картину, которую мы коллективным разумом сейчас будем улучшать, совершенствовать с вашими подсказками. На мою физиономию, где я побрился и так покорябался, на прическу, которая завтра будет уже молодой, юной, или слушать то, о чём я сейчас скажу. Как я разговаривал немого, немого. Это было потрясающе, и поэтому это будет иметь такой восхитительный эффект, потому что, ну, вы знаете, кто-то поднимал прикосновением неходящего, кто-то там. А я разговаривал немого, на самом деле совершил чудо. Прямо на глазах его папы. Как я это сделал? Папа, то есть отец, привёл ко мне мальчика. Мальчик, ну, молоденький такой, только мальчик не разговаривает. А я работал, заведовал кабинетом рефлексотерапии в первой поликлинике Хорда-Махачкалы. И вот я стою в белом халате, молодой, совсем много-много лет назад, такой полной энергии, такой творческий полёт, и такой приводит мальчика, ну, такого сельского типа. И его отец говорит, мой сын не мой. Мой сын лежал в больнице, и там перестал разговаривать. Раньше он разговаривал, а сейчас он уже несколько месяцев вообще молчит. Он не мой, не может говорить никак. Мы к врачам другим ходили и так далее. Ну, ты тут такой известный человек, только на тебя надежда, ты лечишь такие сложные болезни, мы это знаем. Я приехал из Сильоа специально к тебе с сыном. А ему, так говорят, скоро в армию? Это ж такой позор. А раньше в армию было, ну, почётно, было такое время в СССР, когда молодёжи, ну, почётно, он там становился мужчиной, он возвращался, он уже состоятельный. Он уже знает, что такое характер, сила воли, дружба товарища. Ну, армия была хорошая. Не было тогда ещё таких вот, сами понимаете. Я сейчас не пропаганду войны говорю, вот потому что найдётся сейчас кликуша какая-то, и начнёт, да вы там нам пропаганду войны делаете, да у нас там детей убивают. Бросьте это дело. У нас мирный канал, и я хочу, чтобы все были здоровы, счастливы, любили друг друга, и все в мире жили. И для этого я это всё рассказываю и показываю, и приёмы вам дарю. Так вот, слушайте меня. И, короче говоря, он, оказывается, был в больнице, там он чем-то заболел, и в этот момент он перестал разговаривать, а не мил. Я с ним сижу, ну, я с ним разговариваю, с мальчиком. А отец говорит, ну, он не может поехать к нему в армию, ну, как быть? Ну, не только в армии, конечно, дело, но, представляете, на глазах родителей сын перестал говорить, и уже несколько месяцев молчит. И я его посадил перед собой. Я на самом деле сделал чудо научное, ну, для врачей, для психологов, которым я являюсь. Это как бы, если им не объяснить вот сейчас то, что я сейчас объясняю, это выглядит как недоразумение какое-то. Ну, может, не поверить, там, мало ли чего, там. Или скажут, там, просто говорит, разговаривает, чтобы цену себе набить. Ну, всякую глупость. А я хочу сказать по сути, смысла, как я его разговаривал. Значит, я задаю ему разные вопросы, он головой кивает. Я пригляделся, как говорится, смотрю. Помните этот анекдот? Ну, ладно. Головой кивает, а губами не двигает. Я тоже соображаю инстинктивно, потому что у меня же есть определенное представление, что немой-то пытается говорить, но не может. А этот не пытается. То есть у него губы, как говорится, неподвижные. А головой кивает. Писать можешь? Даю ему карандаш. Давно у тебя это? Он пишет. Полгода. Ну, пишет на бумажке. А они пытаются. А я-то интернатуру по психиатрии кончал. Я подумал. Ну, он же и не пытается говорить. Значит, у него замкнуло где-то в центральной системе. Внимание. Молодые психиатры, молодые психологи, молодые. Кто там занимается? НЛП там или еще чем-то. Ну, пожалуйста, вникните в смысл того, что я сейчас говорю. Это вам поможет в вашей профессиональной работе во многих других случаях. Вплоть до того, как избавляться от различных психосоматических нарушений, помогая это сделать своим пациентам, клиентам, знакомым, детям и так далее. Ну, конечно, вам надо научиться отделять одно от другое. Когда это есть замыкание, как говорится, истероидного порядка. И когда есть органика, что вы должны различать. Поэтому вы, вас по этому мединституту и учат. Но психосоматика, она обладает таким свойством. И вы теперь слушайте дальше. Я вижу, что у него губы замкнуты. Писать может, головой пивать может. Психика нормальная. Только в одном каком-то звене. Образно говоря, замыкание. Ну, как и бывает. Я помню, читал «Лезвие бритвы» Ефремова. Великая книга. Великий писатель. Как там профессор Гиркин, психиатр, вылечил тетеньку, которая была парализована. Она там или полгода, или год не вставала с кровати. И он создал события. Или что-то сказал, короче говоря. Но он разобрался. И это событие ее подвигло мотивационно на то, что она скачила. Да, оказывается, вот это у нее лежание такое долгое было от того, что она была истероидна. При таком пике дикого напряжения, если у человека возникает мысль, что он встать не может, она становится гипнопрограммой. И она не может встать. И все думают, что она парализованная. Ну, вы должны научиться различать. Вот когда я обучаю психологов или врачей по специальной программе, чтобы они могли действительно называться моими учениками, я им объясняю, я им объясняю, как отличать одного от другого, даю некоторые такие материалы, которых в интернете я не выставляю, в книгах не выставляю. Ну, естественно, это для специальной подготовки специалистов. Ну, сейчас я хочу сказать это, кусочек. Ну, что это такое с горлом у него? Ну, смотрите, внимание. Откашлятся. Как я это могу делать? А просто я в какой-то момент замираю, внутри себя расслабляю, внутри себя расслабляю, даю организму восстановиться в нулевом состоянии. Ну, ладно, я вам потом покажу, как приходить в нулевое состояние, чтобы потом за секунду избавляться от кашки там и так далее. Ну, сейчас не об этом речь. Ну, вы обратите внимание, что я за несколько минут могу о многом рассказать. Да, и вот кто-то на что-то обратит внимание, польза будет. А теперь слушайте. Значит, поскольку мне надо, чтобы он начал говорить, а я вот начинаю адаптироваться к ситуации, уже я вспомнил психиатрию, уже вспомнил Ефремова, уже вспомнил, как дама, так сказать, парализованная встала с постели, и все были тоже удивлены. Ну, вот теперь слушайте. Значит, я ему говорю, мне же надо разговаривать блок, чтобы он губами начал шевелить, то есть здесь, чтобы отомкнуло в той части. Я ему говорю, слушай, а ты голубей гонял? Он говорит, ну, не говорит, а вот так. Да, да, типа. Я ему говорю, а ты когда голубей гонял, свистел? Ну, они там... Он кивает. Ну, а я вот в это время, отец стоит сзади, смотрит, что я с ним делаю. Ну, для него тоже непонятно, при чем тут голубей. У него свозь там мышление, что я ему должен там иголки поставить, там, или там шприц включить, там, или лекарство такое впустить, или таблетку дать. У него свозь представление. Ну, что делать? А я про голубей с ним. Ну, уже проходит 10 минут. 10 минут времени уже проходит, как они пришли с отцом. И эти 10 минут, меня отец все время говорит одно и то же. Я дом продам, я то сделаю, я это сделаю, я тебе денег дам, я дом продам, я продам дом, ты только сделаешь, чтобы мой сын разговаривать мог. Дом продашь. Ну, тогда платить не было, привычки его врачей, но это СССР был. Ну, вот это для отца. Он дом продаст, понимаете? Он сейчас пойдет, продаст дом, чтобы этот мальчик его разговаривал. Ну, вы же понимаете, да? Сердце родителей. Дом продаст. И вот теперь вы на этом фоне, я ему говорю, ты голубей гонял или нет, он вот так делал. Да? Я говорю, а я держу его, вот это главное, я держу его внимание, чтобы он не переключался никуда, кроме как, так как я его внимание фиксирую. Это очень важный момент. Я фиксирую его внимание, чтобы он не переключался, не отвлекался. Смотрю ему в глаза, он смотрит мне в глаза, и я говорю, сделай так. И он губами начинает шевелить, а я держу его внимание, держу его внимание, вот как ваше сейчас держу. И вот так вот. И он так. А потом я говорю, у, у, и держу его внимание, и он рефлексом повторения, рефлексом подражания, автоматически забывший обо всем, и он так, у, 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 а я говорю, а, а, и, и он, а, и, а, отец, я дом продам, я там, а, и он говорит, мама, и начал разговаривать. Ну, прошло 15 минут, так они пришли, а он продолжает, автоматом отец, я дом продам, я дом продам, я дом продам, а я, и мальчика спрашиваю, как тебя зовут, он имя уже называет, он уже разговаривает, он начал разговаривать, отец стоит, я дом продам, я дом продам, и потом с отцом происходит метаморфоза, ну, мужественный мужик, хороший мужик, продолжает, я дом продам, я сказал, не надо дом продавать, ты только завтра его опять сюда приведи, раз на Махачкалу приехал, пришел ко мне, не уезжайте пока, на всякий случай, я думаю, закрепить, закрепить тогда эффект, но они так и не приехали больше, видимо, так и пошло, дело так и поехало, и разговаривала, разговаривала, сейчас я с Романом Газенко, делаю встречи, такие анонсирующие, нашу будущую, и вебинар наше будущее, анонсирую, думаю, как это назвать, встречу, потому что, как раз Роман Газенко, если мальчик, наконец открыл рот, и сказал первое слово, и начал разговаривать, а Роман Газенко как раз таки занимается тем, как обучает нас понимать смысл слов, извлекая корни слов, как, в принципе, быть свободнее, потому что уста наши, образно говоря, так же зажаты, у многих людей, потому что я помню, когда вот пошла мода, что надо говорить не спасибо, а надо говорить благодарю, ну, женщины сразу восприняли, они такие старательные, им какой шаблон новый дашь, они старательные, и вот они все время мне пишут, массу благодарности, и я заметил в том году, в том году, когда мода такая пошла, по-моему, мой друг Виталий Сундуков, или еще кто-то рассказывал, как история образования слов, что благодарю там, а может не Виталий, у меня много друзей, которые тоже занимались близкими вещами, если вы хотите, я вам скажу, друг мой еще был один такой, очень выдающийся в то время, академик Леонтьев, он тоже был психолингвистом, сын другого академика, старшего, который теорию деятельности разрабатывал, его сын, академик Леонтьев Алешенька, был моим другом, я ему иголки ставил и так далее, ну, короче говоря, мы были большие друзья, и вот я помню, очень хорошее слово, которое он как-то произнес, я до сих пор помню, иногда употребляю, он сказал, задействованность, задействованность, но это доминанта, значит, сейчас уже говоря, задействованность в чем-то, и поэтому это вот, как говорит наш Роман Газенко, это и есть вот это секторальное мышление, туннельное зрение, когда человек ничего не слышит, ничего не видит, это только часть чего-то, вот этого мироощущения, часть чего-то, а надо, чтобы он увидел будущее, он увидел улучшение, и поэтому, когда человек находится в диком напряжении, если в этот момент у него возникает какая-то мысль, например, теперь я буду болеть, или я теперь не смогу ходить, или нога у меня теперь будет болеть, и он создает себе психосоматику, как этот мальчик, я потом выяснил, через историю болезни, и вообще я с врачом там поговорил, потом выяснил, оказывается, у него был после энцефалитное, ну, что-то, клещ его укусил, у него боль была, дичайшая, и он попал тогда в больницу, и когда в больницу попал, ну, образно говоря, на стенку лез и орал, а мальчик воспитанный, культурное, веселение, ему сказали, не кричи, и он преодолевая желание кричать, то есть разгружаться, 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 он преодолевая это желание, максимально напрягся, и все, и замкнуло, и он потом говорить не может, вот как он сам себе повредил, и вот как я его, таким чудесным образом, раскрыл, ну, я его раскрыл, а теперь он начал говорить, и уже много лет прошло, я даже не знаю, где он, и как, и желаю всем им здоровья, его детям, его внукам, и всем вам желаю здоровья, счастья, я хочу, чтобы наша Наташа Кузьмина, вот из этого маленького, такого моего монолога, взяла кусочек для своей новой книги, которую она вот сейчас подготовила, подготовила, и сейчас дает в издательство, которое, издательство, которое вот эти вот две мои книги уже напечатало, а предыдущая уже стала бестселлером, и вот, и даже, может быть, назвать это, вот, название такое, как я об этом рассказываю, потому что это же многие люди поймут, они вспомнят и Ефремова, и Лезве Бритвы, и у многих есть люди, которые с психосоматикой, и бабушка лежит парализованная, а может она не парализованная по органике после инсульта, а может быть она и стероидно парализованная, а я как раз таки этим и занимаюсь, чтобы объяснить, как отличить одно от другого, и как выводить людей из психосоматических нарушений, да, друзья, а Роман Газенко, Роман Газенко, он как раз таки поможет нам, этого мальчика, который заговорил, образно говоря, научит нас понимать смысл слов, и чтобы он говорил, не спасибо или благодарю, как по новому штампу, как нам дадут, так сказать, в тренде моды, наше понимание, а именно понимать и говорить то или иное в зависимости от обстоятельств и целей, потому что от этого многое зависит, мы же не должны штампом и мыслить, мы должны мыслить головой, ну, это видите, я из разных направлений смешал слова, и получилось так немножко поэтично, отечено немножко. Потому что я выспался наконец сегодня, не давали спать, вчера мама одна мальчика попросила, чтобы я по скайпу помог ему, а он, мальчик в таком положении находился, ну, мальчик ему сколько там, ну, старший школьник, короче говоря, в таком положении находился, когда он, то ли у него, она подозревает, ну, короче, судороги, судороги у него, судороги у него, я с ним разговариваю, врачи смотрели, толку, говорит, никакого нету, теперь надо, говорит, делать этот самый, исследование дополнительное, они живут далеко, живут в таком городе, где им надо делать МРТ теперь, где взять МРТ, и, короче, мама, ну, естественно, вы понимаете, они, а давай меня просить, а это как раз утром было, я как раз, давай его сюда, и раз вышел, я ему предложил 4 варианта колебательных движений, ну, кто участник нашей школы, хомофутурис, прекрасно знают, я ему предложил колебаться стоя, колебался минуту, потом я ему предложил колебаться стоя, сделав руки вот так, вот так, потом я ему предложил колебаться шалтай-болтай, он делал шалтай-болтай, по минуте, потом я ему предложил нашу волну знаменитую, Он сел, я ему говорю, теперь колебай сели сюда, или по кругу, или восьмёркой, как тебе удобнее, или туда-сюда. Ну, короче, он выбрал вот так стоять. Вот это что-то работает. Ну, ему это подошло, именно ему. Теперь, слушайте, я его спросил, вот на третьей минуте, когда он делал это, потом садился, я ему сказал, посиди одну минуту вот так. И думай, о чём думается, ну, формулу, вы знаете, ключа, думай, о чём думается, делай, как делается. Золотая формула ключа, чтобы снять лишнее напряжение, выйти на состояние нервоническое, чтобы произошёл квантовый переход, триггерный на самом деле, переход из обычного состояния, суеты, напряжения, страха и так далее, выйти на состояние полной безмятежности, квантовый переход. И он сидит так, я говорю, минуту так посиди, я говорю, как твои дела? Он говорит, нормально. Я говорю, что ты чувствуешь? Он говорит, ничего не чувствую. Я говорю, ну, это состояние, которое у тебя сейчас возникло, отличается от того, что было пять минут назад? Он говорит, легче стало. А я говорю, а теперь вспомни, когда у тебя было в последний раз такое состояние? Основная проекция, потому что либо я сейчас буду счастливый, что результат есть, либо ещё буду думать, что ему предложить, какой из вариантов действий. А он говорит, не могу вспомнить. Я говорю, почему не можешь вспомнить? Ну, не было у меня такого состояния. Я говорю, какого не было такого состояния? Хорошего. Хорошего хоть не было. Так он с того времени был напряжение, поэтому у него и судороги не начались. Там что-то они эпилепсию подозревали и так далее. Вот ему как раз таки надо было ехать на исследование. Я ему дал домашнее задание. Сейчас не буду рассказывать, какое домашнее задание, но я ему сказал, сделай пять дней, по 10-15 минут, то, что я ему рекомендую, но я без лекарствую. И он будет это делать. Я сказал, в случае чего напиши мне, и сказал ему, я в интернете бываю только с 20 часов вечера. Ну, утром вы мне позвонили, потому что я ещё занимался своими работами, я рисовал там, я поэтому решил, ну, что там мне помочь. Жалый помог, парень. Ну, так скажите, я могу здесь немножко осветлить, здесь немножко осветлить, немножко речи-то сделать уже и заставить его говорить? Или пускай с такими губами будет? Ну, до встречи. И ждите, мы с Романовым всё-таки, там нам пишут разные благодарности, благодарности. А кто-то мне написал, зачем нам это всё нужно, что мы не знаем, что слова обозначают. Если знаете, зачем вам это нужно, не надо. Это только для тех, которые хочут понимать, лучше мыслить и создавать, чтобы был мир на земле, чтобы люди не спорили между собой. потому что даже муж и жена, даже дети и родители на 80% не могут найти общие слова, чтобы договориться, обсуждая сложные темы, потому что одному это то, что кажется очевидным, другому-то вовсе не очевидно. До встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...